В Омске по благословению митрополита Омского и Таврического Владимира в Сибирском казачьем институте технологии управления в рамках Омских областных рождественских образовательных чтений прошла секция под названием «Церковь и казачество – соработничество на благо Отечества». Чтения знаменовались открытием духовно-просветительского центра, в молебной комнате которого был совершен первый молебен на начало благого дела. Центру, созданному для патриотического воспитания, изучения традиций казачества и православной веры, уже подарены 120 книг духовного содержания. Сегодня мы по благословению митрополита Владимира Омского и Таврического открываем духовно-просветительский центр в нашем Омском казачьем институте. Конечно, сегодня радостный день для нас всех, потому что отныне будут иметь возможность и учащиеся, и преподаватели приходить в эту молитвенную комнату, где будут возносить свои молитвы ко Господу нашему Иисусу Христу. Когда мы говорим о казачестве, мы всегда слышим крылатую фразу «казак без веры не казак». И это действительно так. Но хочется, чтобы не только было это на словах, но это было на деле. В работе секции приняли участие известные омские педагоги, преподаватели казачьего института, священнослужители, представители казачества, гости и казачья молодежь. Сегодня сделали следующий шаг, где создали комнату во взаимодействии с Омской митрополией. По благословению митрополита Омского и Таврического Владимира мы сегодня открыли вот этот духовно-просветительский центр, который позволит принимать ребят. На секции состоялся обмен опытом работы по развитию молодежного казачьего движения. Освещены достижения и положительные наработки Сибирского казачьего института и Сибирского казачества за текущий год. И определены перспективные направления развития. У нас сегодня в университете 18 филиалов по всей стране. Я могу вам со всей ответственностью сказать, что наш Сибирский региональный казачий институт, он стоит на таком особом статусе. Потому что вот то желание со стороны казачества быть соучастником воспитания духовно-нравственного, физически здорового патриота своей малой родине Сибири и своего отечества сегодня как образец для всех других. Участники конференции выразили уверенность в том, что сибирское казачество, храня верность своим истокам, станет действенной и созидательной силой, внося весомый вклад в дело дальнейшего процветания России. Продолжение следует...